Резаем это полотно полотенечное. Вырезают его волонтеры по специальному образцу. В результате получается маленькое полотенце. Также в этой зоне Валентина Симонова с напарницей изготавливают салфетки из материала под названием «Дарнит». Нам это все легко дается. Ничего страшного нет здесь. Мы работаем с удовольствием, быстро все делаем. Нарезанные материалы передают волонтерам за соседним столиком. На салфетки из «Дарнита» они выдавливают гель для тела, складывают и упаковывают. Пакетики должны быть герметичны, иначе моющее средство высохнет. В применении сухой душ довольно просто. Здесь нужно взять вот эту губку, смочить ее водой, протереть тело. Их две в каждом конверте. И затем выталить полотенцем. И потом утилизировать все. Материалы волонтеры покупают на свои деньги. Также помощь оказывают спонсоры, неравнодушные челнинцы, жители других городов. Для сухого душа вот нам дает один раз в месяц текстиль в магазин. Потом вот мы собираем деньги. Сейчас нашли более дешево, где закупить. Закупаем через интернет. Находим также. Вот у меня жильцы. Они сами покупают и просто приносят уже готовый. И гель, и вот это полотенечное полотно. Сухой душ очень выручает военнослужащих, говорят волонтеры. Ведь бывает, что в окопах бойцам приходится сидеть неделями. Лисанга Бдрашитова, Артем Колесов. Новости. Набережные Челны.